Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 1102. События дня. Второе. Коринфянам 10.4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. За 22 декабря 2018 года. Объявление. В это объявление сейчас добавка еще прошла небольшая. Вот. Как Анастасия выпросила у Бога 10 лет жизни. Они уже прошли. Это я с ней, у ней был в больнице, и вот она все это рассказала. И дальше ее отпевание, поминки. Тут без обмана все. Все прочитаете. Кто желает, может помочь. Евгений. Вот слова, которыми истинные пастыри всегда обезоружили врагов церкви. Что вы мне сделаете? Я монах. Лишите имущества. Я уже заранее отрекся от него. А судите на изгнание? Я и без того не принадлежу миру и земле. Лишите жизни. Для меня жизнь только лишение, подвиг, борьба, страдания, а вовсе не наслаждение. Я уже сам всю жизнь свою посвятил одному Богу. Словом, я монах. Что же вы мне сделаете? Валентина Игнатий Тихонович. Дорогой, как же вы можете задевать сокровенные струны наших душ и будить их своими стихами? В кавычке взята строчка. Врываясь в нашу затклость нежданным маэстро. Невероятно. Благодарю вас многократно. Слава Христу. Это стартисон из Германии пишет. Дмитрий, в этих беседах один и тот же человек, провокатор, болтун и языкун, спрашивал Сергея про его собеседник. Он также думает, что его собеседник лгун, совершенно неверующий человек и лживо подкапывается под Сергея и Игнатия Тихоновича. А я стихотворение послал. Лука 4, 43. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен. Царствие Божие. Ибо на то я послан. Все чаще себя ощущаю чужим. На поле житейском, в толпе одинокий. На поле сражения воин лежит. Он сделал, что мог, и окончились сроки. Не знают в вагоне, как нищий богат. Все судят по обуви и по одежке. Своё достояние умножьте сто крат. И что есть у всех, многократно умножьте. Даю вам визитку войти в интернет, и мимолетная встреча вас прянет. На многое-многое дам вам ответ, не обещая по вкусу вам пряник. На полустанке под стёпном сойду, в мою глухомань с перелётным оркестром. У всех с интернетом теперь на виду. Ворвусь в вашу затклость, нежданный маэстро. Вы с неба услышите чудный глагол. Христа, вознесённого в день вознесения. Изъязлен он был, на Голгофу вошёл. Но каждый ли жертву Иисуса оценит? О нет! Не чужим был попутчиком с вами. Мой голос звучит с интернетной страницы. Здесь чад Авраму рождают и камни. То семя нетленное в вас сохраните. На море житейском спасать нелегко. Ведь тонущий должен спастись захотеть. Чтоб слово Христово на сердце легло. И к старым грехам не попятится впредь. Шум волн перекрыла призывная речь. Вас международная сеть захватила. Расслышав, не покусись пренебречь. Знакомым о сайте отбей на мобильник. Не призрак бредёт по истлевшей Европе, А благовестие Божья реальность. Часы на исходе и время торопит. Успеть с благовестием к ближним и дальним. 28 февраля 2009 года. Игнатий Лапкин. 1 Петра 2.11. Возлюбленные, прошу вас, Как пришельцев и странников, Удаляться от плотских похотей, Восстающих на душу, И провождать добродетельную жизнь Между язычниками, Дабы они за то, за что злословят вас, Как злодеев, Увидя добрые дела ваши, Прославили Бога в день посещения. Увидя. Вот Галина Влесика пишет. Больше из вас забудет вам слуга. От Мофея Святое Благовествование. 23.11. Мир вам, Игнатий Тихонович. Врывайтесь в нашу затлость нежданным маэстро. Милости просим, не жертву. Вы больший среди всех современных христиан. Служение людям, служение Христу. Божеская мудрость, как она недосягаема, Но и проста, краткая, смиренная с Богом. Сегодня мне из Греции скинули ролик, Там Архимандрит какой-то, Отдельный ролик про меня составил. Но я даже не глядел, все, смахнул. Другой пишет священник. Я второй ролик против вас готовлю. Третий готовит, я не знаю, уже 25-й что ли готовит. Отсюда вывод. Если враг так лютует, это абсолютно точно, что мы стоим на истине. И пишут-то кто? Неблаговестники, еретики. Архимандрит, а он как раз и говорит, Игнатий еретик называет. Другой еретик, еретик. Какой я еретик? Что не еретик, митрополит тут дал ответ. Дальше. Ливан Аганов, Игнатий Тихонович. Не могли бы высказать свое мнение о фильме «Раскол»? Насколько он автобиографичен, и в смысле событий, описанных в нем. Можно ли верить увиденному? Заранее спасибо, наверное, заранее. Я отвечаю, можно верить отчасти. Да, есть и был раскол, и виновны в этом не староверы, а те, кто это делал, предки сегодняшней патриархии. Анастасия. Один из моих любимых стихов Священного Писания. Слово Божие сегодня звучит для каждого из нас с вопросом, кто же пойдет за ним? Кто возлюбит и станет служить ему жизнью своей? Дай Бог каждому ответить вместе с Исаием. Вот я, пошли меня! Ответить вместе с апостолом. Вот, мы оставили все и последовали за тобою. И она там свое сама составила. Поет замечательно. Просто молодец. Анастасия. Димитрий тут показывает. Через проповеди отца Андрея Кураева. Я когда-то услышал о вас, Игнатий Тихонович. И с тех пор моя духовная жизнь изменилась. Помолитесь об отце Андрея. Как бы то ни было, но он по-детски наивный и добрый человек. Мне неизвестно, рожден ли он свыше. Но мне он чем-то дорог. Сейчас, сравнивая ваши проповеди и проповеди отца Андрея, понимаю, как он далек от Слова Божия. Но я уверен, он искренне верующий дьякон. И на порядок лучше своих коллег. Если так можно выразиться. В общем, он попал в патриархальные жернова. И они его съели. И вот одна пишет, Анастасия. И я ей, Анастасии, у меня много. Я ей стихотворение послал. Извините, конечно, но я не могу, не пойму, что вы мне прислали. Мне это для чего? Мы с вами даже не общались. Я звонила много раз, но вы не ответили. Никакая Анастасия не звонила. Я посмотрел, это Татьяна. Она переменила вдруг сегодня ночью. А я на нее стихотворение выслал. А сейчас что пишете? Может, перепутались с кем-то? Ну, как мне перепутать, когда ты уже солгала? Можете зайти, если вам это не нужно. Я пишу ей, можете зайти. Если вам это не нужно, то чтобы мне уже при рассылке на вас снова не выйти, то лучше заблокируйте меня. Я ей пишу, Анастасия. Да вообще-то я хотела с вами поговорить. Ну, у вас условия в эфир выставлять. А у меня, извините, прежде чем выйти в эфир, есть интимные вопросы. Я имею в виду очень личные. И хотела бы получить совет. А выставлять беседу или, я думаю, должен решать человек? То есть она уже заранее, видите, как командует мною. То есть очень любит, чтобы были подкаблучники, или как понимать. Я, например, живу в деревне, и не хочу я, чтобы меня потом муж убил. А совет мне нужен. То есть она заранее ставит условия. Не думаю, что надо выносить, что называется, ссор из СБ. Это всегда осуждалось. Я пишу, вы же сами на меня вышли. Я всем даю вот такую визитку, кавычки. Сначала напишите внизу в скайпе, смогу ли принять. Так как приходится часто отключаться на работу. Принять могу от 4.00 до 16.00 по Москве. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Поэтому никаких тайн и ничего лишнего. Я это всё посылал раньше. А на ноль внимания на это. Властное видно, что. И у вас, и у меня обязательно должен быть глазок, веб-камера. Если кому наши такие условия не подходят, они таятся и боятся, то просим таких нас не беспокоить, не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место, из чего хотели бы. То есть она все правила нарушила сразу тут. Ничего нет в этом. Прошу не чаще, чем один раз в день заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде квака, не отвлекает от работы. Она. Простите, но не думаю, что это по-христиански. У меня проблемы с мужем. Большие проблемы. И мне нужен совет. А не позорить на всю деревню мужа. Какие-то странные у вас условия. Всегда и везде есть конфиденциальность. Если я выйду в эфир, то моя семья точно развалится. А так есть шанс ее сохранить, получив просто совет. Это же как исповедь. Куда она меня загоняет-то? В исповедь. Какой? Я не священник. Зачем мне исповедь? Я прошу, не надо. О, люди. Люди приходят в храм. Они же не исповедуются при всех. Да, сегодня при всех. Или, простите, может, я что-то не поняла? Возможно, у вас не православие, а какие-то свои законы. Да, то есть она в сектанты веретики меня должна занести. Можете ошиблась? Простите. Православие таких законов не знаю. Тайна исповеди. Поэтому это так и называется. А вы разве не знаете, что в христианстве существуют тайны? Видите, как? Попробую это дальше разговаривать. То есть она диктует. Я еще разве подкаблучник какой-то? На нашем православном библейском сайте даются ответы на 4124 вопроса. Я об этом уже давал вам знать. Там найдете в теме «Семья» ответы. И пришлось ее заблокировать. Гору пишет. Русский Гусейнов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня поступил звонок на мой телефон. Нашелся работодатель. Хоть и на 3 часа в неделю. Но все-таки нужно помогать парализованному 46-летнему мужчине передвигаться с помощью специальных средств. Ходить и гулять. Не знаю, получится ли точно устроиться. Но, во всяком случае, хоть какая-то зацепка появилась. А это огромный плюс. После сегодняшней беседы с вами по скайпу, то есть это будет у нас выставлено, мне сразу же захотелось разблокировать некоторых людей. Но, наверное, это было сделано зря. Поскольку в мой адрес поступили вопросы пошлого характера. А мне, как христианину, неприятно было слышать. Зла я на этого человека не держу. Но чувство неприятное на душе осталось. Я по статьям при рыбодеянии и блуд не прохожу. А также, что касается воровства и лжи. Я думаю, это уже мне пойдет за плюс на мытарстах. Должен знаметить, что вы нисколько не постарели. Что, в свою очередь, не может меня не радовать. Очень хочется стать законопослушным христианином мне. Но одно мешает – это страх перед Библией, который влияет на мою психику. Думаю, Господь решит этот вопрос для меня раз и навсегда. Аминь. Библия смущает. Но это беснование. Я отвечаю. Иаков 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И откровение 21.27. И не войдет в него, в город небесный, ничто не чистое. И никто преданный мерзости и лжи. А только те, которые написаны у актсов в книге жизни. Вот я в этом не виновен. Вот я в этом не виновен. А вот сейчас арестовали. Ну, я говорю, я не виновен. Вот что написали-то? Я только убил человека. Ну, так все остальные-то твои заслуги, что ты не делал, ты что, не понимаешь разве? Ты виновен. Он, я герой Советского Союза. Герой. Я горел в танке. Мне героя дали. Вернулся в Одессу, купил мотоцикл. Девчонка крутится рядом, там интересно, тогда был мотоцикл. Посадил ее, посадил, увез и изнасиловал. Все его значки эти, железки отобрали, геройство, и посадили. Так я герой. Ну, вот сиди теперь, герой. Там тебе вправят мозги, заключенные. А она несовершеннолетняя. Это я читал в газете. Ну, вот так. Сижу дома, работаю в моем видеоканале, выставлял, закачивал. Вчерашний день, потом вечером богослужение. Вот. Ну, и вот. Большое. Слава Иисусу Христу! Раб проведает меня, молодец. Как я болею, не болею. Вот это мой мир. Вот сейчас стронен зашел Валентин. Я прочитать открою, что он напишет. Вот пишет. Валентину строну, литературная Евразия название-то. Нас просили связаться с вами сообщить, что ваши стихи были рассмотрены и предварительно одобрены на предмет публикации в антологии стихов и прозы литературной Евразии. Эту книгу выпускает партнер нашего портала и так дальше. Вот о чем. Дальше. Литературный сайт поэта-летописца. Он поэт-летописец. Валентина Стронина. Добро пожаловать, мои любимые друзья. Редакция журнала номер 9. Мус. Ну и дальше главный редактор. Перечисляет всех. Лауреаты награждаются дипломами, литературной премии. Свой вариант поздравляем. Ну, неверующие люди, они так и пишут. Хорошо тут. Ну и слава Богу, он хоть не обругал меня никак. Вот. Я открыл сразу. Ну, у нас тут ленточный вариант. 1600 тем. Канал «Восвятий Библии». Вот он. Это и «Восвятий Библии» православный библейский сайт. Еще тут что-то у меня есть как-то. Подожди-ка. Ага. А ты стихотворение сегодня давал, выставил на него. Отзывы тут пошли. Мое стихотворение. Я их стихами-то не называю, а проповедь в стихах. 1 Фессоникистам 2.16. «Которая препятствует нам говорить, язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Подумать страшно. Столько лет душили, тушили и казнили Слово Божье. Ломыв колеса, несучки и шпильки, у благовестников рот разрывали вожжи. Святая Инквизиция, святейший лжесинод, монахи рьяные, полублатные аввы, едва приметивши, валили полный сноп, топтали в ярости и сыпали отраву. Непроходимая в средние века глухая злоба, ненависть к писанию, ломала ребра, жарила бока, на дыбе, на жаровнях ослушники писали. Веками Библию держали в казематах, не переводили на языки народов. Заплечных мастер дел, куражился лохматый, наследственные упыри и уроды. Не приведи, Господь, чтоб дни те повторились, египетская ночь сковала совесть нашу. Бубнящие и темные в потьмах заполнят клирос, широким рукавом нетрезвый батька машет. Свет откровения, послания Иеговы в громах и молниях нисходят к Моисею. К нагорной проповеди путь готовить ровный, самим готовиться к евангельским посевам. В библейском обществе не все одни масоны, но есть же искренние труженики света. От перевода точного до возродятся сонмы, доживут привычные скелеты. Я обнимаю Библию и нежно прижимаю, кормилися и нянькой на реку. Не буква мертвая, наставница живая, в нее войти, как в мудрости реку. И в русском, при небесном переводе, у сладу миллионы обрели. На облака не смотрим. При любой погоде из-за океана мудрости на нас идет прилив. 5 января 2006 года. Ну, не знаю, кого как где коснется, но кого-то, видимо, трогают, отзываются. Премудрость Соломона 7,28. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Серахва 2,14. «Любовь Господу славная премудрость, и кому благоволит Он, разделяет ее по своему усмотрению, эту мудрость». Ну, на сегодня хватит.